Массаж Мнуши 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 безопасно, доступно в принципе каждому. Расскажите об этой методике. Эта методика… Да, давайте я вам лучше ее покажу. Давайте. Я могу подойти, да, наверное? Да, вы подойдите, пожалуйста. Мы это выполняем через одежду, обязательно через ткань, потому что прикосновение живого тела к живому телу все-таки вызывает какие-то эмоции, ощущения, другой энергетический контакт. Человек прислушается к поверхности своей кожи. А задача, чтобы он ушел в глубину своих ощущений, и поэтому иногда даже чем больше одежды на человеке одета, тем лучше. Я вот придумал такие перчаточки, которые просто являются двумя кусочками ткани на руках. И тогда, когда мы прикасаемся к человеку, он не чувствует ни горячие руки, ни холодные ли у меня. Он просто ощущает то, что у него происходит в теле. А по поводу безопасности можно попросить вашу руку. Мы знаем, сколько на ладошке находится акупунктурных точек, практически проекции всего организма. И вот особенно пожилым людям или те, кто не хотят, чтобы их пока трогали, можно начать мягкие такие прикосновения через ладошку. Можно с ним разговаривать. И вот заметьте, где сейчас находится ваше внимание. Ну, мне хорошо просто. Вы уходите в руку. То есть из головы человек уходит в ощущение своего тела. Вот это самый главный плюс своей практики, то, что мы возвращаем его в состояние здесь и сейчас. То, о чем много говорят, говорят о том, что мы должны в нем пребывать постоянно, но мы все время или в прошлом, или в будущем, или в каких-то своих делах, заботах. А вот когда разминаешь руку мягко, мало того, что мы восстанавливаем кровообращение, которое от слишком напряженной головы уходит на периферию, в ладошки, человек успокаивается. Потом человек перестает быть в постоянной чехарде мыслей какой-то. Он приходит в более мягкое такое, спокойное, ресурсное состояние. Ну и плюс еще мы снимаем какие-то напряжения, которые могли образоваться в мышечной ткани. Ну, во время дня там или во время уроков. Я хочу сказать, что абсолютно правда то, что вы говорите, что голова освобождается от мыслей. Действительно, при классическом массаже традиционном часто мы не можем расслабиться, причинам, о которых я говорила в начале выпуска. То есть человек может где-то дискомфортно себя ощущает, а здесь такого не возникает. Ну, смотрите, буквально минутку-две мы просто погладили, поработали с вашей рукой. Сравните ощущения в одной руке и в другой. Расслабление абсолютное. А другая? Другая, более напряженная. Как будто забиты мышцы, знаете, вот бывает такое ощущение. То есть если сравнить сейчас вот эту руку с этой, как будто здесь забились мышцы, а здесь они расслаблены, ну, как после массажа хорошего, длительного причем. Да, так и есть. Вот, собственно, смысл этой практики, он именно в том и заключается, чтобы в каждой семье у каждого человека была возможность, возвращаясь домой или приходя к человеку, который занимается релаксационными практиками, хотя бы на 20 минут побыть в тишине, вернуться в ощущение тела, а через прикосновение это происходит очень быстро и очень качественно, намного быстрее, чем через самостоятельные занятия какой-то физкультуры, там, спортом и так далее. Побыть в своей внутренней тишине, услышать себя, восстановиться через это, и после этого мягко выйти и уже из другого состояния посмотреть на то, что с ним происходит. Собственно, все просто, но в то же время так нужно. Мы обязательно сейчас вернемся к разговору непосредственно о методике. Мне интересно мнение Людмилы узнать. Во-первых, как давно она практикует мнуши? Вы знаете, я… Ваши ощущения? Мои ощущения? Я, на самом деле, как большинство людей, к себе никого не подпускала, потому что имела некоторый печальный опыт общения с массажистами, и они меня чуть не покалечили. Потому что объективно, как бы, вот тело была проблема определенная, да, с позвоночником, они мне ее сугубили. И когда меня одна моя знакомая, которая является близким другом Алексея, очень долго звала на его семинар, я сопротивлялась как могла, потому что не верила, потому что и был какой-то свой печальный опыт, негативный. Но когда я оказалась на его, буквально на два часа прибежала на его семинар, вот просто посмотреть, потому что у меня особенность такая, я очень быстро понимаю, о чем идет речь, и мне буквально какой-то незнакомый человек просто размял пятки, меня это ощущение просто поразило, потому что я поняла, что мы, мы, оказывается, все очень недоласканные, недолюбленные. И наши тела, они на самом деле жаждут этих прикосновений. Потому что я не вздумала, что от ощущения, когда тебя просто размяли пятки правильно, прошлись по всем точкам вдоль стопы, меня просто вырубило, и я заснула так, как будто бы я не отдыхала уже очень давно, я поглудилась в очень глубокий отдых. И у меня было такое ощущение, вот я, не стесняясь с ним говорить, у меня было у тела ощущение, что меня никто не любит. Я поняла, что это было не мое ощущение как человек, это было ощущение тела, недотроганности, вы знаете, вот это вот недоласканности. И когда я на себе это ощутила, я вышла, я поняла, что это должно внедряться в семьи. Люди должны учиться друг к другу прикасаться. Мамы должны правильно прикасаться к своим детям. Жены должны уметь расслабить мужа после тяжелого напряженного дня. И, соответственно, мужчины должны точно так же прикасаться к своим любимым женщинам. Это сближает, возникает, но то, что я ощутила, я поняла, что такое близость. Это ощущение близости между людьми. Я почувствовала невероятное чувство благодарности той девушке, которая размяла мне пятки, а мне закрыли глаза, я её даже не видела. Было невозможное чувство благодарности, я поняла глубину и ценность. Я, например, у меня очень часто возникает ощущение, мне неловко назвать эту практику массажами. Это философия, это культура общения людей между, внутри какой-то группы социальной, пусть это семья, да, которая действительно может даже конфликты любые складить. Вы действительно, я хотела как раз задать вопрос. Называют пассивной йогой, как мы сказали. А ведь йога, по сути, это гармония души и тела. Давайте немножко об этом поговорим, что мнуши — это не просто мнуши. Это не просто мнуши, конечно. Это не просто массаж. Вы знаете, в йоге много направлений, даже тайский массаж называют пассивной йогой. Один человек лежит, другой его скручивает там. В йоге есть направления, как ньяса-йога, нидра-йога, то есть умение внимательно прикасаться и чувствовать человека. Да, это, собственно, корни, эта практика имеет очень древние, уходящие в науку о человеке. Но донести современному человеку, который даже йогу воспринимает как какую-то гимнастику, перемешанную с эзотерикой, достаточно сложно. И поэтому вот эти вот простые, базовые, понятные вещи лучше объяснять нормальным, понятным языком с точки зрения даже телесной терапии, потому что она сейчас все больше входит в моду и понимается западным человеком. То есть мнуши — это действительно безопасная, замечательная практика для всех. Я правильно понимаю, противопоказаний, по сути, быть не должно? Ну вот Леша сейчас размял вам руку. Какие противопоказания могут быть? Да, я могу ответить на 100% за свои ощущения, что до сих пор я стою. Где написано, что... Хочется теперь размять вот эту руку. Да, где написано, что запрещено размять пятки. Там медицинские противопоказания, против того, чтобы погладить человека по руке. Да даже просто погладить. Аня, я часто говорю, что показания к этой практике — здравый смысл. Если человек не хочет, чтобы его трогали, если у него температура, ему плохо, он болеет, конечно, здесь не домнуш. Естественно, это нужно обращаться к специалистам, которые помогут решить эту проблему. Речь идет, в принципе, о здоровых людях, которым нужен отдых, которым нужно вот это тактильное прикосновение, чтобы вернуться в себя. В Юго-Восточной Азии, там, как я читал, в каждой семье есть свой массажист. И это не специалист нашего уровня, который на уровне с обслугой, я бы так сказал. Это врач семейный, который приходит домой, разговаривает с членами семьи. Это может быть даже член семьи, который вовремя может заметить, что что-то не так в теле у кого-то из домочадцев. Обратить на это внимание и посоветовать обратиться к специалисту уровнем повыше. То есть, это скорее диагностика. Все ли хорошо с тобой? Это первый такой важный момент. А второй важный момент, что когда человек чувствует свое тело и вовремя отслеживает, что-то заболело, или он что-то сегодня перенервничал, и он не пытается заглушить эти сигналы, а вовремя обращает на них внимание, можно избежать очень многих бед. Потому что, ну, вы знаете, по статистике, в западных странах 80% смертей – это инсульт, инфаркты. Перегорает лампочка здесь, и здесь эмоциональный центр, и думающий наш центр. Потому что мы все время здесь, мы все время переживаем, что-то думаем. А в наш век, когда мы много работаем за компьютером, сидим за машинами, то есть двигаемся мало, остальное тело не участвует в процессах. Мы думаем постоянно головой. Так вот, чтобы чувствовать именно всем телом, то, что происходит вокруг нас, резонировать с окружающим миром не только эмоциями и умом, но еще и нашими способностями, я бы назвал их даже экстрасенсорными. Вот. Для этого нужно просто себя ощущать в теле. Угу. А расскажите, как проходят непосредственно сами занятия, сеансы, да, наверное, как правильнее сказать? Ну, бывают индивидуальные сессии, когда человек просто тебе приходит и говорит, вот расслабьте меня, да, вот сделайте мне релакс-сессию, мы так ее называем. А бывают просто групповые занятия, когда я, например, в Владивостоке очень люблю вести работу с детками, потому что мамы так своим деткам тоже прикасаться не умеют. Я не хочу обидеть всех мам города Владивостока, но я сама мать, я знаю, что я не умела прикасаться к своему ребенку, потому что вот насколько тут очень важно амплитуда, с которой ты прикасаешься к телу, определенная динамика нажатия, да, вот ты можешь просто вот так вот, а если ты делаешь это медленно и быстро, совершенно медленно и глубоко, это совершенно другой эффект. И я очень люблю работать с группами, с детками от нуля до годика, потому что с ними происходят чудеса. Дети практически все рождаются в гипертонусе, и матери огромное количество платят денег за массажистов. Вот пришла на определенный, я уже потом с ними дальнейшую связь поддерживаю, что пришли мамочки на мастер-класс, он всегда проходит сумбурно, потому что детки в своем режиме, они то спят, то кричат, но через 40 минут затихают все, они все выравниваются. И если мышца была, знаете, напряжена, детки всегда очень хаотично дергают ножками, то просто на глазах она расслабляется, ребенок замедляется, они начинают прислушиваться к телу, вот что у взрослых не так быстро происходит. И потом мама говорит, боже мой, говорит, нужно было просто пяточку правильно, долго ему помассировать, и они тут же обмикают и засыпают. И вот директор Юги Холаси Старицына, которая первый раз пришла на наш мастер-класс, ее Майя уже годик, да, уже чуть больше, она говорит о том, что она без мужа, Майя уже спать не ложится, то есть дети привыкают к этим прикосновениям. Ну и у меня, моему сыну в 7 лет, он вчера после был целый день без меня, у нас тут вот интенсивные практикумы идут, и я размяла ему пятки, 5 минут ребенок заснул, спокойно отошел ко сну, все мысли остались в предыдущем дне, и ребенок спокойно успокоился. Но я уже не говорю о том, насколько это родители с детьми оближают, это очень помогает детям при синдроме, вот сейчас СДГВ, синдром дефицита внимания, гиперактивности, очень быстро детей возвращает тело. Я не устою удивляться, потому что накануне приезда Алексея я проводила мастер-класс такой для мам с детьми, для семейных пар с детьми, вот чтобы детки тоже могли родителям делать массаж. Чудеса произошли. Там была девочка, которая абсолютно, она знаете, не влюзима, не любила общих сборищ. Пришла, сказала, мама, ты знаешь, мы будем ходить туда все время, но уже детки успокоились, расслабились. И родители были благодарны, достучаться не могли до детей, а через тело нашли ключики. Я знаю, что Алексей хотел дополнить ответ Людмилы. Да, потому что детям сейчас, на мой взгляд, и так, уделяется достаточно внимания, а вот взрослые, это те же дети, которые оказались, ну вот это, двинуты. Вот нам, взрослым, нужно только зарабатывать, нам что-то делать, соответствовать чему-то. Кто же нас-то погладит, как детей? Все. И поэтому, конечно, мне нравится работать со взрослыми парами. Вы знаете, в Индии есть такая пословица, что семейная пара, которая перед сном делает друг друга хотя бы по 5 минут, массаж стоп в день, такую пару разлучить невозможно. Она вечна. Так же, как и говорят, что женщина, которая умеет делать массаж стоп мужчине, она может рассчитывать на исполнение всех своих желаний. Да. На самом деле, знать нужно немного, надо понимать, как это делается, и если, допустим, ваш мужчина намного крупнее вас, а ручки у вас маленькие, слабенькие, то как с помощью веса тела? На полу, вы спросили, как это делается, вот именно используя свои преимущества, сделать достаточно качественное, и глубокий массаж любой мышечной горе, я бы так сказал, расслабить любого человека. Вот, собственно, об этом наше занятие. За короткое время мы даем основные навыки и техники, которые можно применять дома, везде практически пожизненная получается такая специальность релаксолога. Мы вообще вот говорили еще за кадром о том, что тело нужно слушать свое. Нужно, да. И вот мое тело, как мне кажется, оно меня прям требует иногда массажа, вот иногда спина, наши нервы где скапливаются, это же в основном спина, и вот иногда просто вот ты стышишь, ну так хочется, чтобы просто размять, и ты иногда идешь, и себя сам проминаешь. Наверное, это тоже сигнал к тому, что нужно, тело требует, и требует вот этого расслабления, в первую очередь. Более того, все советуют, что животное нужно, да, если у тебя домашнее животное, его нужно постоянно гладить, потому что это поддержание эмоционального, в первую очередь, контакта. По-моему, все действительно достаточно очевидно, и это понятно, что это должно быть полезно, и никаких противопоказаний здесь быть не может. Ну вот в семейных парах это настолько меняет у людей отношения в семье. У нас на последнем мастер-классе было удивительно, то есть у нас пришли 10 человек парами, мужчиной и женщиной. Это до этого у нас в Владивостоке подобного не было. Я была очень счастлива, потому что я вижу, какой это силы имеет воздействие. Ну, конечно, там пары были друг другу благодарны, девочка меня долго обнималась, сказала, боже, спасибо, что вот вы научили, потому что это действительно укрепляет браки. У нас у меня был такой случай в практику, пришла девочка на мастер-класс, очень, знаете, дергнутая, расстроенная, такая напряженная. Я говорю, что случилось? Она говорит, да я машину мужа разбила, он в командировке. Я говорю, ну давай так, мы сейчас, я ее положила как в качестве модели, я на ней все показывала, я тебя вот успокою, расслаблю, а там посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Вот она выдохнула, расслабилась, сидит уже как-то, мозг уже чистый, без эмоций, без вот этих, без страха, как же она расскажет мужу, та новость неприятная. Классическая ситуация? Да, да, классическая, да. И она такая сидит и говорит, ну что же мне делать? Я говорю, а ты вот приди скажи, ты знаешь, я вот где была, что делала, вот он придет и сразу, ну пяточки по мне встретила, там борщом как вы встречаете. Она его встретила, она вот так, как я сказала, все сделала, размяла его хорошо, она потом мне звонит, говорит, ты не поверишь. Говорю, он тебя не убил? Она говорит, нет. Я говорит, реакции его не ожидала, потому что когда я его разминала, я ему ничего не говорила, не огорошила этой новостью, но следующий день, когда готовила завтрак, я это говорю, она говорит, ты знаешь, милый, я вот новость тебе скажу, не очень приятная, я машину твою разбила, он говорит, да, ну и ладно, сама-то целая осталась, она такая говорит, ага, ну и хорошо. Говорит, я, зная своего мужа, я знаю, как он на эти вещи реагирует, я, говорит, поняла, что произошло чудо, потому что, говорит, ну в другой ситуации, говорит, он меня бы просто вот, ну, я много чего бы о себе нового узнала, возможно, и не нового. А тут прямо говорит, ну это же железо, мы его починим, там, говорит, ты-то жива, здорова осталась. И это меня поразило, потому что я понимаю, насколько мы иногда просто сами из-за напряжения не принадлежим к себе и говорим вещи, которые на самом деле про близких не думаем. А тут напряжение ушло с тела, и ситуация-то по-другому развернулась. Это чудо на самом деле. Я хочу другой случай рассказать, который мне рассказывают те люди, которые прошли эту практику мужа, он меня очень тронул, они мне потом пишут письма, я кое-что выкладываю на сайт. Одна наша знакомая, женщина приехала домой, а мама ей лежит уже фактически при смерти, то есть врачи отказались, от нее старый человек, что вы хотите, вот она лежит, глаза пустые, оставьте меня, я просто хочу умереть. Вот, ну такое отношение. И говорит, я села рядом, понимаю, что слова бесполезны, меня не слышат просто любые слова, они ни о чем. Я, говорит, я взяла вот так вот руку и начала ее вот гладить, мять вот просто. Вот понимаете, вот эти вот прикосновения через тело, которые дали понять, что мам, ты нужна, мне надо. Вот. Где-то час она, говорит, посидела, вышла в комнату, проходит время, она их зовет с братом, щечкой прозовели, глаза что-то заблестели, какая-то улыбка уникла, человек в тело вернулся. Вернулся в тело, почувствовал, я еще живая. Я еще здесь. И понимаете, вот эти вот мысли депрессивные, о том, что я никому не нужна, они ушли без слов. Дальше вызвали бригаду, там, скорую помощь, уже что-то, ну, два года прошло, мама живая и здорова, дай бог ей много лет счастья. Ну, вот в таких вещах помогает, там, где слова не доходят, через тело. Это другой язык общения. Он намного тоньше, намного богаче, намного честнее, чем разговор словами. Вот о чем мне хочется рассказать, когда я рассказывал об этой практике Мнуши. Да, у нас недавно девочка тоже пришла на презентацию, рассказала подобный случай. Она тогда стучалась до бабушки с болезнью Альцгеймера. То есть, говорит, начала просто вот в тело возвращаться. Оказывается, все через тело, можно очень многие вещи делать. И говорит, бабушка стала вспоминать свое прошлое, говорит, мы потом в последующий час смеялись, просто, говорит, ручки, пятки помяла. До этого, до этого говорит, ну, как овощ была. Как овощ, была прям вот. А тут прям, говорит, вернулся человек, вот как будто бы раз, и вернулся откуда-то. Чудеса, правда. Нет, ну, если в таких ситуациях происходит подобные действительно чудеса, как вы сказали, то может быть и наши хронические боли, например, в той же самой спине. Да, мы вот ходим каким-то более серьезным специалистом, не факт, что это помогает, не всегда, я не хочу сказать, что не нужно ходить, нет, ни в коем случае, но иногда, мне кажется, стоит начать с малого, и может быть и не нужно будет каких-то более серьезных вмешательств специалиста, верно? Да, то есть тут просто нужно наблюдать за собой вовремя, позволять себе, своему телу отдыхать, любыми способами, вот в том числе одним из таких. Я хотел бы четко разграничить понятие, если человек больной, то есть если ему ставят, ну, проверили спину, его состояние, если у него действительно серьезные проблемы, конечно, это нужно обращаться только к врачу, к медицине. Если же это происходит от перенапряжения, то есть мышцы скручены в узел, конечно, эта практика может помочь. Официально она называется физкультурно-здоровительная практика, то есть практика, которая помогает человеку восстановиться, или во время, или после болезни, или вот из такого напряженного ритма, но, конечно, если есть какие-то серьезные проблемы, к врачу нужно обращаться незамедлительно. И в этом тоже большой плюс, потому что, если человек понимает, что ему не помогают обычные методы какие-то, он быстрее возьмет себя и отведет к тем, которые ему помогут по-настоящему. То есть это практика в помощь, каждодневная. Ну, вот как-то так. Она не заменяет медицину, конечно, нет. У нас остается буквально две минуты, и есть еще один, мне кажется, немаловажный вопрос, который стоит знать нашим телезрителям. Есть, как я поняла, человек, ну, можно сказать, учитель, инструктор, который следит за тем, как проходит сеанс Мнуши. И есть люди, которые приходят на этот сеанс. Так вот, может ли человек, не обладающий навыками, там, или медицинским образованием, стать преподавателем? Вы знаете, сейчас я таких людей просто выбираю сам, потому что для того, чтобы уметь передать практику, нужно обладать несколькими качествами. Это и любовь к людям, и сердечность, и умение рассказать, и создать особую атмосферу, так, чтобы люди расслабились и пошли в практику, понимая, что они делают. Вот. Таких людей не так много, но я думаю, что нас будет больше, потому что в разных странах, Израиль, Германия, Франция, нас признали, и уже в Израиле хотят делать такую профессию, как релаксолог, мы работаем над этим, для того, чтобы люди, которые обладают вот этим даром прикасаться и лечить своим спокойствием внутренним другого человека, они действительно нашли себе применение и могли рассказать другим о том, что мы упускаем, когда не обращаем внимания на сигнал своего тела, не даем себя трогать. Это действительно способность, я хочу обратить внимание телезрителей, к сожалению, может быть, не чувствуют, хотя, может быть, из телеэкранов чувствуют то, насколько вы располагаете в общении, как приятно с вами разговаривать. Я успокоилась, время прошло незаметно, я хочу вас поблагодарить за это. Спасибо вам огромное, спасибо за то, что вы делаете, я желаю вам развития, успехов, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Вам спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.